Мы прожили на Бале два месяца, и это выпуск о нашем опыте зимовки на острове. А начнем мы с вами с остановки в Дубае. Почему мы в Дубае? У нас на самом деле планировалась пересадка в Дубае, потому что просто-напросто прямых рейсов из России на Бали нет. То есть так-то нам Дубай особо не был нужен, мы просто пытались добраться до Бали. Но так как очень длинная была вот эта пересадка и очень сложный был перелет, потому что до Дубая лететь 5 часов. Из Дубая до Бали еще 9 часов. Мы решили вот такую пересадочку сделать на подольше, на 5 дней. Плюс мы летим с мамой и решили вам еще показать Дубай. В общем, за эти 5 дней вообще что только не произошло. Очень насыщенно прошло время. Мы, между прочим, здесь устроили наше гендер-пати. И узнали, что оказывается мы ждем еще одну девчонку. Встаем мы очень рано, в 5.30 утра мы уже отсюда приезжаем. Морально готовимся. В целом, после полета в Мексику, который длился 16 часов, ничего не страшно. Очень интересно, как все будет на Бали, потому что мы очень странно, конечно, подготовились. Абсолютно не поизучали информацию про остров, про районы. У нас на неделю просто забронирован отель и дальше посмотрим. Тем временем пришла еда в номер для мамы и Евы. Они все время делят еду напополам, потому что обе так много не съедают. Тут куриный суп, тут чечевичный суп и спагетти с томатом. Я уже поела. Денис тоже уходил поработать, тоже поел. Я собираю дальше. Какаяся сладенькая. Такой чистый, чистый. Все обрезать. Прилип. Прилип, прилип. Знаете, что делаю? Зашиваю свои чулки, которым ровно один день вообще носки. И в первый же день я их порвала. Но это мой косяк, надо сказать. Они стоят 6,5. Вообще-то сначала я такая, как бы нехорошо. Но потом я поняла, это я неправильно сделала. Знаете, я как подтянула их. То есть, когда ты подтягиваешь чулки компрессионные, очень важно их подтягивать равномерно снизу. Потому что там очень сильный натяг. То есть, это не просто там штаны такой потянул сверху. А я подтянула прямо у ляжки. То есть, где, собственно, самый такой вот натяг. Вот от этой резинки самый слабый. И получается, я ее разорвала. То есть, типа, в аэропорту еще. Еще не сев в самолет. Все, я сейчас пришиваю. Что происходит там на входе? Мама с Евой пошли погулять. Вот тут удобно очень, конечно. Я рада, что мы с мамой. Но мы вот так спокойно можем днем пойти поработать, пока Ева спит. А вот сейчас надо собраться плотненько, так нормально, чтобы никто не отвлекал. Они пошли на площадку. Прекрасно. Что еще в Дубае произошло за эти пять дней? Мы бы использовались тем, что здесь подешевле техника Apple. И что она вообще здесь есть? У тебя упал этот кошелек. Умелые ручки клуб. Купили мы здесь наушнички мне. Я с ними сегодня уже монтировала. Ой, это такая вообще радость. Единственное, слушай, у меня спустя два часа монтажа тоже немножко запотели уши. Не запотели, они у меня чуть заболели. Я вот не знаю, из-за чего вообще. Из-за того, что непривычно такой, как бы, хороший звук, его много. Или давить на уши реально. Я не знаю, из-за чего. Но, в принципе, это хороший знак. Сделать передышку от монтажа. Два часа проходит? Плохо становится такой? Окей. А то я могу замонтироваться, по пять часов сидеть. Короче, они здесь нам обошлись дешевле на 15 тысяч рублей, чем у нас бы в России. Это единственное, да-да-да, это не окупило всю поездку, конечно. Ну, реально, в Дубае цены конские, конечно, такие. Пачка риса, мама заметила вчера. Рис басмати, который у нас в пятерочке стоит 124 рубля. Здесь пачка стоит 450. Так, по мелочам, по мелочам мы поняли, что вообще, на самом деле, здесь даже не выгоднее было бы питаться самостоятельно. Ну, то есть, когда ты готовишь, там снимаешь апартаменты. Потому что вот у нас завтрак в отеле. Очень, очень хороший завтрак. Шведский стол. Он не очень большой, но там реально вот прям подобраны очень хорошие продукты. И такой выбор классный. Обычно на третий день ты уже такой... Немножко надоело одно и то же, да? А тут на пятый день у меня вообще не было такого чувства. Он стоит на человека 2000 рублей. Это вообще нормально, с учетом того, что ты бы, если пошел куда-нибудь там в кафе, только одно блюдо за столько заказал, скорее всего. Смотрите, какую штучку возим с собой. Лайфхаки путешественников. Это маленький дорожный набор для шитья. Собственно, он мне сейчас и помог. Потому что я зашила свои чулки благодаря ему. Такая милая маленькая вещь и спасает. Я еще хотела рассказать про гречку. Ты еще не уложил гречку? Наша любовь к гречке, она безгранична. И, конечно же, она актуальна также в самолете. Вот посмотрите. Мы взяли термокружку, значит. Из нее просто... Все равно мы бы ее взяли, потому что в нее прикольно делать кофе с собой, если ты там в другой стране просто что-то наливать, пить чай. И здесь у нас такой комплексик, состоящий из масла сливочного. В баночку мы насыпали соль и пакетик крупы нашей гречки. И что мы делаем? Мы просто в самолете просим заварить. Оставляем на 30 минут. Даже в тот раз делали 20 где-то, да? 30. Хорошо. И размешиваем туда соль, масло. И это шикарно. Ну просто шикарно. То, что хочет животик именно в самолете. Особенно, когда 9 часов. И особенно, если выдадут не очень классное питание. где там все какое-то хлебное, булки, все какое-то странное. Ты просто хочешь гречку. И еще мы купили своих овощей. Просто перец, огурец, морковку. Все почистим, нарежем и в контейнеры положим. Будут тут у нас перекусы. Плюс также мы всегда берем орехи. Яблоки, например. Мы только что осознали, что на входе в аэропорт не было никакого досмотра чемоданов. То есть все. Мы прошли уже сразу же к регистрации. Как они понимают, что у нас в чемоданах, я не знаю. Денис предположил, что там есть большущий сканер какой-нибудь, который считывает все. И уже потом устанавливает людей. Если что-то не так. Нам дали такие классные наушники. И еще прикольно, что у нас стоит здесь разрядство. А еще у нас подушечки под спинку есть. У нас уже впервые такое подошли. Их там такие, хотите сделать фотографию? Знаете? Класс. На память! Представляете, у нас осталось всего 50 минут полета. То есть прошло почти 9 часов. И это уже самый какой-то лайтовый полет. Мне кажется, во-первых, потому что все супер комфортно. Большой самолет. Выхразовое питание. Фильмы закачанные на русском языке. Ева уснула, вот это надо сказать. Почти на 4 часа. Самирейд, в общем, летать вообще супер круто. По-моему, лучший наш полет вообще ever. В каждой стране есть какие-то свои интересные особенности. На Бали, например, как только ты прилетаешь, проходишь таможенный контроль, проходишь багаж. Ты не можешь просто так еще выйти. Нужно получить какой-то вот QR-код, заполнить свои данные. Все упираются об него, стоя в очереди уже на выход. Возвращаются сюда. Стоят еще одну большую очередь. Как тебе дождик в январе, Ева? Хорошо. Заехали сразу, такая духота почувствовалась и дождик. Такой приятный, да? Да. А тебе, папа? Да. Доброе утро. У нас первый день, первое утро на Бали. Нас встречает дождик. Всю ночь шел дождь и была гроза. Мы проснулись к самому краю завтрака, чтобы просто его не пропустить. Потому что еще разница во времени сделала свое. Смотри, Ева, какая зона. Здесь можно йогой заниматься. Ой, мы в голубом стиле. У меня там голубом. Молодец. О-о-о-о. Такого. Окей. Как-то знаете, здесь дышится хорошо сразу. Да. У меня такое было ощущение также еще на Сочи, когда мы приезжали именно в горы, на Красную Поляну. То, что там не было суеты, природа, горы. А мы сейчас позавтракали. Не поняли вообще, что мы позавтракали, конечно. Ну, такой интересный завтрак. Подошли к бассейну. Потрогаешь водичку? Наша первая остановка на Бали – район Нуса-Дуа, отель Мерусака. Первая береговая линия, много зелени, огромная территория и детский клуб с англоговорящими нянечками. Как же на контрасте после Дубая и его каменных джунглей было приятно оказаться в настоящих природных джунглях. Рум-тур по нашему номеру. Начинается он вот с такого шкафа. Очень, кстати, нефункциональный шкаф, потому что здесь абсолютно нет полок, кроме вот этой. То есть, чтобы положить все вещи и разделить там Евина, Майо, Денисова. Я вообще не понимаю, для чего вот это все пространство. Зонтик, потому что здесь постоянно тропические дождики. В этой части мы, кстати, обнаружили вот такое вот полотно. Мы думали, для чего оно нужно. Вряд ли это коврик для прихожей. Мы подумали, что это для мольбы, наверное. Ну, и здесь тоже ни одной полочки, все висячие. Лайфхак для путешественников с семьей. Берите две кровати и сдвигайте их. Потом получается большой king size. То есть, больше, чем если брать двухспальную кровать. Если, конечно, есть возможность действительно их потом соединить. Получается такое ложе на 240 см. Здесь у нас зона диванчика. Бегемотик, животик. Стол. Тут красивый видок сразу на пальмы. Такое пространство посидеть. Правда, мне кажется, невозможно здесь сидеть, потому что жарко. Только если ранним-ранним утром. Вот такая красота тропическая. Интересно, что на ванную зону выделено примерно столько же места, сколько и на всю остальную. Здесь у нас раковина, большая полочка. Мы туда убрали все косметички, полотенца хранятся, большое зеркало, душевая кабина. Иииии, тадададам. Такая красотища. За окошечком пальмы и дикая жара. Зеркало очень красивое. Ты помнишь, что мама делает с животиком? Маму. Да, а чем? Это клепо. Это масло. Оно для чего, Евочка? Для животика. Для животика, да. А почему? Почему я мажу? Потому что мама берегна. Да. А я мажу, чтобы не появлялось что? Растяжки. Растяжки, да? Это такие, знаешь, красные полосочки, это когда кожа растягивается. Надо сказать, к смене часового пояса мы адаптировались очень быстро. От нашего уральского это плюс 3 часа. Никакой акклиматизации ни у кого из нас не было, и мы с первых же дней начали изучать территорию острова. Это клапля. И первым делом нужно было найти комфортное место, где мы с Денисом могли бы работать под кондиционером и попивать кофеек неподалеку от нашего отеля, пока у Евика дневной сон. А на улице в такую жару вообще делать нечего. И нам прям повезло. Рядом с нашим отелем был большой торговый центр Bali Collection. Денис арендовал байк. С этим на Bali вообще нет проблем. Точки с арендой есть на каждой улице. И мы поехали. Мы приехали в самый большой торговый центр нашего района. И представьте себе, он находится частично на улице, частично внутри кондиционера. То есть вот такие палаточки. Разные домики повсюду. И это разные магазины. Мне так нравится, что здесь везде благовония. Просто везде ставят сами собственники, сами продавцы благовония. Везде невероятный амарат. И звуки. Музыка везде очень эзитативная. Такая вообще спокойная, расслабляющая. Мне кажется, волей-неволей. И хочешь не хочешь, ты здесь обретешь дзен. Это точно. Продолжение следует... Мне нравится, как все складывается на Бали каким-то удивительным образом. Я просто только что искала локацию, куда я могу присесть, немножечко с вами поговорить. И чтобы вы понимали, вокруг меня какой-то сад. И очень низкие были перила, чтобы я установила штатив. Мне нужно было куда-то сесть. И просто я вижу стул. Я сижу на стуле внезапно. Вообще тут никого нет, никого из людей. И удобную напротив такую тумбу, куда я поставила сейчас штатив. Я такая, а она чего ждала меня? Мы на самом деле в первые дни сразу же здесь формировали для себя режим, по которому можно жить комфортно и не отуплять. Что я имею в виду? Мы просто не можем отдыхать, как это вот привычно. Там две недели, просто море, просто пляж, просто купаться, загорать. Мне хватает двух дней. Правда, двух дней. Может быть, в целом, потому что наша жизнь, она не состоит из сплошного стресса. Мы всегда соблюдаем баланс отдыха, работы. И нет такого, что мы такие, наконец-то уехали от своей работы, типа в отпуск. Потому что мы работу берем с собой и строим здесь режим такой же, как и в Екатеринбурге, как и хоть где. Поэтому здесь мы с утра и вечером тусим, гуляем, что-то здесь смотрим, изучаем. Потому что еще и погода позволяет, то есть с утра супер приятно, прохладненько. Вечером уже тоже нет такой жары. А днем, как раз, когда у Евы сончас, не хочется гулять, потому что очень жарко, мы работаем под кондиционером, находим какие-то кофейни. То есть это первое вообще, что мы делаем, когда мы приезжаем в местность. Мы смотрим, есть ли рядом какой-нибудь Starbucks, кафе, кофейня, где ты сможешь посидеть днем, поработать, комфортное место. И даже на Бали мы такое нашли, очень комфортное местечко. Вот это вообще весь торговый центр, территория торгового центра, куда мы сейчас приехали. Интересно, что она находится на природе. Интересно, что это такие палаточки, это открытая зона. И здесь очень природно, то есть повсюду зелень, божества стоят. У них же все время везде статуи, мини-храмы. По такому режиму очень даже комфортно жить. Ты не чувствуешь себя креветкой там на пятый день без работы, без какой-то активности. У меня сейчас будет цель, задача купить и найти сначала, потом купить Еве дневник, альбом для рисования, что-то такое. Потому что она уже все изрисовала, ей хочется сейчас очень много рисовать, писать. Она учит буквы сама. Это так удивительно, мы как бы специально не форсируем. Потому что три с половиной года какой там алфавит писать, читать. Я вообще против того, чтобы все было, знаете, супер рано, значит мой ребенок одарен. Я считаю, что лучше пусть у нее будет активное детство, она будет много гулять, много веселиться, смеяться, на свежем воздухе время проводить, лепить из песка, моторику развивать. А буквы выучиться нет ни одного человека, я думаю, из вашего круга знакомых, кто в 15 лет, например, не умеет читать или писать. Так что это точно научиться, а вот детство пропустить легко. Но тем не менее она сама туда стремится и сама очень интересуется, так как видит где-то надписи и хочет их прочитать. И вот она вот же выучила буквой, из которого состоит ее имя, Ева. Здесь нигде нет бумаги. Мы вчера объездили вокруг нас там всякие палаточки, ничего не нашли. Но я подумала, раз мы здесь в торговом центре, в торговом центре, sorry, наверное, мы здесь что-нибудь найдем. И фломастера надо купить. Как хорошо здесь ходить без макияжа. Я не знаю, как вам, конечно, что я весь блок буду без макияжа, но мне хорошо. Я из всех магазинов, я вам честно говоря, прошла очень много, очень много магазинов. Минут сорок ходила, я нашла только такой блокнот. Но мне так понравился, он такой балийский какой-то. Посмотрите, какая тут бумага. Ева, конечно, его искалякает. Это будут ценные балийские заметки. Тут даже помято все. 55 рупий. Это получается на наши деньги рублей 250. У нас, наверное, самый лучший бассейн за всю историю нашей жизни. Потому что он большой, многоуровневый и теплый. Но теплый, конечно, за счет температуры. По-другому никак. Здесь, когда 34 градуса стоит, не может быть по-другому. Ты похожа на крокодила. Я люблю мамочку. Ты сладкий пирог? Ты что, меня облизываешь? Да. Да. Где-то пахнет едой, да? Вкусно. Ну, пока не хочу. А я хочу, кажется. Ну, я еще хочу поплавать. Давай. А когда будем? Когда. Посмотрите, как красиво нам сложили вещи. Вы бы видели, какими мы их отдали, конечно. После стирки получается в азиатских странах, в основном везде, где мы были, Таиланд, Шри-Ланка, вот на Бали тоже. Система такая прачечных по килограммам. То есть, у нас получилось 3,5 килограмма. Нам посчитали 105 тысяч рупий. Это получается умножить на 4,5, около 500 рублей. Если бы мы от отеля выбирали стирку, то, конечно же, у нас эта стопочка раз в 5 дороже обошлась бы. Удобненько по цветам все стирают. И мне кажется, даже гладят. Ну, либо оно как-то под влажностью просто идеально сложилось. Не знаю, без вкладочек. Знаете что? Здесь не советую даже полоскать рот водой из-под крана, который течет. И мне кажется, именно поэтому нам бутылки с водой также подкладывают еще и в ванну. Потому что вода здесь супер нечистая. У нас вообще все друзья, кто здесь, все знакомые, все, без исключения, подхватили дизентерию, я не знаю, что это как-то называется. Сидели в огнем с унитазом. 7 дней. Вот мне хотелось бы, конечно, повторить этот опыт потрясающий. Для этого, конечно, не надо пить воду. Никакую воду, кроме как бутылированную воду. То есть, если в кафе, например, приносится стаканчик воды, неизвестно откуда он. Не надо пить. Если вы заказываете холодный напиток со льдом, в этом льде тоже нельзя быть уверенным, потому что непонятно, что это за лед за мороженое. Лучше вообще не покупать напитки со льдом. Именно это, к сожалению, я сделала сегодня утром, совершенно забыв об этом правиле, которое я сама же всем сказала. Обязательно, пожалуйста, не пейте. Сама заказала сегодня айс-латте, но, надеюсь, пронесет. Наверное, все не раз слышали, что Бали – это очень энергетически сильная земля. Здесь много духовности, йоги, эзотерики, самых разных практик и проводников на любой вкус. Я, скажу честно, не заметила чего-то сильно особенного, какой-то быстрой кармы, о которой все говорят. Я лишь ощутила приятное чувство гостеприимства острова. Несмотря на то, что мы были так далеко от дома, внутри было ощущение полной безопасности и даже некого родства с этой землей. Как же жарко, боже мой! Вы знаете, как бы привыкнуть можно, правда. Просто мы, уральские ребята, довольно-таки еще притязательны к температуре, чтобы было адекватно прохладно в воздухе. В идеале наша температура – это 24 градуса, здесь 34. Но за счет этого, собственно, и в море тебе тепло, в океане, и в бассейне тебе тепло, и зелень в джунгли, оно все растет и благоухает именно при такой температуре. У меня есть сейчас такой перекус – кусок арбуза и сыр. Это сыр, который я не ела с Германии. Время беременности бывают такие моменты, когда ты хочешь есть очень внезапно, прям срочно. Это не похоже чувство голода в обычном твоем состоянии, когда ты просто такой чувствуешь, потихонечку там червячок появляется, чего-нибудь можно съесть, но могу и потерпеть. Нет, время беременности – это такое частое явление, что хочется есть сейчас, то есть срочно, внезапно это чувство поступает к тебе в мозг. И самое интересное, что если ты прям реально сейчас не поешь, может даже плохо стать, то есть у кого-то тошнит. У меня вот голова может начать немного кружиться, если я сразу не поем, и вот поэтому такие перекусы супер. Это не основной прием пищи, конечно, но тем не менее питательно, клетчатка, вода, витамин. Ну, это я в целом, все нормально. Я села сюда, чтобы поделиться с вами, что мы сегодня ездили на нашу первую виллу. Мы здесь рассматриваем сейчас разные виллы, разные варианты размещения на долгосрок, месяц плюс. И мы уже немножечко шарим в районах Бали, обращайтесь ко мне. В общем, на самом деле, если быть честной, есть тут нормальных немного районов для семьи. Именно я сейчас не говорю о том, где классные пляжи с точки зрения серфингистов. Серфа. Окей, серфинга. Не там, где тусовки, да, вы должны понимать, что я сейчас буду советовать. Семья, то есть там, где инфраструктура в целом есть и какие-то площадочки, какие-то развлекаловки для деток и море рядышком. И все это, конечно, в совокупности, как вы понимаете, в неплохую сумму влетает, потому что это комфортное такое спокойное проживание, где есть тротуары, где есть хорошее кафе. Это такие районы, как Санур, Нусадуа отчасти. Мы сейчас просто здесь, мы в Нусадуа, но Нусадуа бывает разное. То есть мы на самом юге, можно сказать, Бали. Здесь прям супер. Это широкие дороги, разметки, супер классный плавный заход, чистое море, благоустроенная территория, кафе. Опять же, мы только что ездили на виллу, тоже в Нусадуа, но просто чуть повыше, там такой перешейчик есть. И это просто дно. Это Индия, это прям Африка, я не знаю. Хорошая вилла. Получается, это трешка. Двухэтажный дом, своя территория, свой бассейн. Еще и общий есть бассейн, потому что это комплекс вилл. Очень комфортно, очень удобно, все классно, кроме местоположения. Потому что до моря идти 17 минут по прям трущобам каким-то. На байке ты с Евой не поездишь на море каждый день. Ну и в целом, то есть тусить только на вилле. Рядом кафе никаких нет. Просто выйти погулять некуда. И ценник такой виллы был 240 тысяч в месяц на рубли. Сейчас дикий спрос. Очень много спроса и мало предложений. Точнее, предложение было нормально, если бы не так много спроса. Поэтому, собственно, цены ставят вообще ого-го. Если раньше, там несколько лет назад, те, кто сюда приезжает каждый год на зимовку, они привыкли к одним ценам. То есть сейчас они просто в шоке. Потому что из-за наплыва туристов, в том числе и русских, большая часть на самом деле, цены сразу, конечно же, взлетели. И то есть варианты, это не то, что типа нам выбирать. Вот мне риэлтор скинул за три дня два варианта. И вот один из них такой оказался. Мы еще поездим, конечно. У нас здесь еще в отеле осталось три дня. Нам как бы надо за эти три дня уже что-то найти. Такая я, конечно, еще белая, не загорелая. Сразу прям видно, человек два дня на острове всего лишь. Но и хорошо. Лучше плавненько, чем, знаете, как часто бывает, в первый день такой вышел, и потом чисто красный, кожа обгорает, отваливается, отшелушивается. И спустя недельку в Нусадуа и довольно тюленного ритма жизни мы перебрались в новую локацию. Наша следующая остановка район Санур, который расстилается вдоль восточного побережья Бали. От Нусадуа на такси мы доехали приблизительно за час. Дорога довольно хорошая, но о местном трафике и стиле езды на Бали мы еще поговорим. А пока рум-тур по нашему отелю на ближайший месяц. Итак, Ева, расслабленно выглядишь на своей вилле. Рум-тур нашего номера. У мамы тут рядышком такое же. Что мы видим? Видим зелень, видим зелень, видим ступенечки. Поднимаемся. Вытираем ножки. Оставляем здесь обувь. С этой стороны такая чил-зона с богиней какой-то. Здесь чил-зона номер два, да, Ева? Тебе здесь нравится? Что ты только что сказала? Что ты делаешь? Сюда мы поставим сушилку для белья. Я закрела. Хорошо. Я несил, а не другой. Ты еще один съешь? Да. Ладно, сейчас, секунду. Мы заходим в наш номер. Здесь видим кровать. Еще будем просить детскую все-таки кровать. Вдруг получится так, что Ева согласится там спать. Наш Белл-бой с вещами. Здесь зона тоже пока что с нашими вещами. Сидеть, рисовать. Телевизор, всякие яшечки, полочки. Конечно, все же такое желтое, как я люблю. Здесь такая продовольственная часть. Я просто выложила пока нашу еду. Здесь у нас холодильник, шкаф полный рост и ванная. Получается отдельная душевая, раковина и ванная. Ванная это классно. Ева обожает купаться, плескаться. Впервые вижу, что прямо для нас собирали кровать. Наш отель Грия Сан-Триан. Большая территория, зеленый, первая береговая линия, много разных бассейнов. Мы не первый раз замечаем, что наши вкусы по выбору места жительства очень совпадают со вкусами пенсионеров. В нашем отеле мы были самые молодые. Старички-австралийцы и несколько семей с детками из Европы. Русских очень мало. Походу, у нас начался сезон дождей. Всю ночь шел дождь, все утро идет дождь. Даже невозможно выйти на завтрак. Посмотрите просто на это месиво. Мы думаем пойти прямо босиком. Вредные ребята. Мне кажется, им сейчас никто не откроет в целом. Никому не нужна уборка, никто не выйдет из номера. Чем известен район Сан-Ур? Он идеально подходит для жизни с детьми, для такого спокойного отдыха. Здесь либо пенсионеры, либо с детьми. Здесь нет тусовок до ночи. Здесь все чистенько, хороший пляж. И одно из преимуществ этого района, это то, что вдоль всей береговой линии, собственно, и располагается весь этот район. То есть он не уходит вглубь от побережья, а он наоборот расстилается именно вдоль этого побережья. То есть где бы ты здесь в целом не поселился, ты будешь близко к морю, к океану. И также вдоль этого побережья располагается длинная набережная, по которой удобно гулять с ребенком. Это не какие-то извилистые дорожки среди такого трафика, да, среди каких-то магазинов, улиц, куча-куча всего. А это спокойная такая привычная нам набережная, красивая, с кучей заведений, с подсветкой и совсем-совсем-совсем. Нам очень район этот понравился. Мы здесь уже живем четвертый день. Отель наш располагается прямо, можно сказать, на береговой линии. У нас попугаи на территории. Такой звук, как будто прямо вот передо мной. То ли стрекоза, то ли бабочка, то ли маленькая птичка. Я никого не вижу, но звук очень близко. В общем, нам здесь нравится. И мы попрощались с нашей идеей вообще искать виллу, потому что, а, это очень трудоемкий процесс. Мы реально полдня тратим на то, чтобы посмотреть, ездить в какой-то район. Они опаздывают на эти встречи, все происходит как-то очень медленно. Во-вторых, это очень дорого выходит. Мы смотрели такие убогие варианты за 320 тысяч рублей в месяц. Единственное, чем выигрывает вилла перед отелями, это кухни. Своей кухни, зоной готовки, где ты можешь сделать себе любое блюдо, овощной супчик. Сварить вкусно кашку, сделать что-то привычное твоему организму, твоему животу. Потому что, как бы классно там в кафешках не готовили, даже мы нашли реально хорошие места. Но все равно ты хочешь иногда просто простой пищи. Без кучи соусов, без масла. Непонятно, на каком масле они все это готовят и так далее. Но, приобретая виллу, мы сразу же теряем много всего. Мы теряем классную территорию. Потому что, если взять свою виллу с такой огромной территории, как у нас в отеле, то я не знаю, сколько она должна миллионов вообще тогда стоить. Чаще всего это небольшая территория. А значит, ну вот что с Еви на улице делать? То есть, ты выходишь с этой территории в виллы, и ты все, уже там город, да, начинается. Во-вторых, это расположение к морю, к океану близкое. Когда ты живешь в отеле, вот, пожалуйста, ты вышел, ты уже на океане. А чаще всего все виллы располагаются в 15 минутах. Это минимум, что мы пока встречали. Шаговой доступности. Они это называют как бы супер-супер вообще класс. Типа 15 минут всего лишь. Но, блин, когда ты живешь с ребенком... Точнее, не то, что живешь. Когда у тебя есть ребенок, эти 15 минут превращаются в мучительные 15 минут по такой жаре. Это не просто сесть на байк. То есть, я представляю и понимаю, о чем идет речь, когда говорят, что вот, классные виллы на Бали. Где-нибудь там, в сердце вообще Бали, всего лишь на байке 20 минут. Конечно, на байке с ветерком очень классно, но когда у тебя есть ребенок, это совершенно другое. Забили мы вообще на эту идею. Смотреть эти виллы. У нас есть нормальный отель. В целом, по деньгам получается то же самое, но мы получаем много всего. Что еще новенького, интересненького произошло? Я вам очень рекомендую, если вы вдруг окажетесь на Бали, прям на долгосрок, не просто там на 14 дней потусить, подписаться на всякие чатики, точнее, вступить в эти чатики, чатики русских по районам. Это очень удобно, и мне кажется, кому-то это может даже иногда жизнь спасти, потому что тут живет огромное сообщество русских, и очень удобно любой вообще запрос, любую информацию найти среди них. Есть просто подборки очень удобные всякие, типа кафе классные, заведения, места, но я вот, например, загуглила, точнее, просто в поиске чата, вела йога. Йога в Сануре, Санур это наш район, и нашла преподавателя по йоге, который сможет приезжать ко мне прямо в отель. Мы будем заниматься на балконе. Я, конечно, еще не знаю, что из этого выйдет, впервые он ко мне придет через 2 часа, но просто сам факт того, что я нашла преподавателя за, там, 15 минут, он преподает уже йогу 10 лет. Я ему сказала, что я беременна, поэтому мне нужен индивидуальный подход, индивидуальное занятие. Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет, потому что я обожаю заниматься с разными проводниками, что-то от них перенимать, а не просто делать то, что я знаю, чему я уже обучилась. Давайте я вам покажу нашу контрольную закупку. Мы отправились в большой супермаркет и закупились продуктами на неделю вперед. От 2 лямчика. Неплохо так продуктов. Случилась наша контрольная закупка. Посмотрите на наши итоги, я все выложила. В общем, это островок с овощами и фруктами. Посмотрите на это яблоко. Мы чисто взяли его, если честно, показать всем. Представьте, одно яблоко стоит 400 рублей на наши деньги. Тут также манго, просто яблочки, маракуйя, еще манго, авокадо, авокадо помягче и перцы. Еще сюда огурцы. Нормально, адекватно нашли огурцы. Морковь. Тоже это все на перекус. Например, делаем гречку утром и чтобы не просто гречку есть с овощами. И черрики. Тоже у нас в магазинах местных здесь рядышком очень невкусные помидоры. Тут выглядят они неплохо. Ананас еще из фруктов, конечно же, нарезанный. Морская капуста. Это как перекусик. Масло сливочное добавлять в кашу. Греческий йогурт раз. Греческий йогурт два. Это все маме на пробу. Греческий йогурт три. Греческий йогурт четыре. Греческий йогурт пять. И сметана, потому что мама хотела просто даже сметану попробовать. Молоко миндальное. Молоко соевое. Еве просто пить. Горошек. Бобы. Чай. Это масло, кстати, соленое. А вот то не соленое. А еще черешня из фруктов. Такая вот штука 600 рублей. Вот такие вот сырные прикольные палочки. Тоже как перекус. Посмотрите, какие прикольные. Я никогда в жизни такие не видела. Это такой протеиновый перекус с арахисом. Какао. Сырочек. Соль. Томатная паста. Ну или это типа что-то типа лечо. Песто. И тут посмотрите, какой кокосик. Мы чисто попробовать взяли. Потому что везде большие продаются. Их разрезают. А тут такая вот система. Денису понравилось оформление милое. Пойдем сейчас все точить. Ну и раскладывать по местам. Доброе утречко. Как получить гречку мечты. Завтрак мечты. Находясь в любой точке планеты. Имея с собой только термокружку. Если бы узнали об этом раньше, наша жизнь была бы намного проще. У нас с собой гречка в пакетах. Но это на самом деле не супер важно. Просто здесь 80 грамм. Отмеренно нам хватает этого с Евой на двоих. Пересыпаем гречку. Сразу заливаем крутым кипятком. Один грюм. Так. И закрываем крышечкой. И оставляем на 25 минут. Маме тоже сделаю это одно. Мы все любители гречки. Все семьей. Будем ее есть бесконечно. Хочешь каждый день. Мы сейчас нарежем тостики с авокадо. Откроем баночку фасоли. В общем, такая красотка у нас получается по итогу. Добавляем сливочное масло. Мы покупаем вот такими кусочками для удобства путешествия. Сразу соленое. А значит, можно не добавлять сюда соль. И вуаля! Потрясающий завтрак. Еще здесь у нас овощи. Фасолька. Сыр. Это вообще моя ностальгия с Германией. В колесиках. Кокосик. И хлебушек. Думаю, что многие наслышанные о серфинге на Бали идеально побережье для этого западное. Например, район Кута. Денис, конечно, не упустил возможность поучиться серфу на Бали. Тем более, что тут много русскоязычных школ. Я бы тоже с радостью присоединилась, но не будучи беременной, конечно. Так что поехала с ним просто послушать и поснимать процесс. От Санура до Куты ехать примерно 45 минут на машине. И да, наверное, самое время рассказать таки о правилах дорожного движения на Бали. Под названием «Упаси Боже». Правда, без преувеличений ездят на Бали как хотят или даже скорее как чувствуют. Классика жанра встретить 4-5 детей на байке плюс родитель и какая-нибудь крупногабаритная штукенция типа длиннющих балок или цветка или цыплят. Дикие пробки на дорогах из-за наплыва туристов. Короче, максимально стрессово. Я старалась вообще никуда не ездить за редким исключением и передвигаться пешком. Приматывала свою ногу к бороду. Меня потом могли найти, короче. Сначала взяли забор, потом за шнурок. Лищ называется. И да, пару слов о серфе. Денис ездил на 6-7 занятий. Встал на доску на пенке. Это такой уровень волны для начинающих. Потом зачем-то пошел на большую волну, хотя тренер еще не разрешал. Она его сбила, он ударился головой о борт или о волну, мы так и не поняли. Потом у него долго болели голова и переносица, и больше он не катался. Вот такая вот короткая история нашего опыта серфинга на Бали. У нас сейчас будет небольшое приключение. Мы будем кататься на вот этой необычной лодке. Вон там стоит. Они с первого дня привлекли наше внимание. Мы сейчас торговались, знаете, со скольки, с полутора миллионов рупий до 800 тысяч. Эта рыбацкая лодка необычна тем, что у нее нет мотора. И плывет она исключительно благодаря парусам по ветру. Мы впервые на такой ездили, нам очень понравилось. Один раз точно стоит прокатиться. Я собираюсь на съемку. Только что завивала себя минут сорок, и уже влажность просто даже в помещении частично меня выпрямила. Оставить эту штучку или две. Мне написала подписчица в инстаграме, пригласила на съемку. У меня здесь прямо на райончике. И я с радостью согласилась, конечно. Сегодня, кстати, ровно 17 недель. Я с собой беру помаду, гель для бровей, и можно вызывать такси. Моя балийская сумка, балийская находка. Даже она уже от влажности, даже пахнет. Это лоза, и она так пахнет ярко, очень. А еще у меня на всех штучках есть очки для образа, правда, уже будет закат. Но вдруг... У меня нет, dragon. Мы едем на красивый закат, надеюсь. Но мы едем в то место, по крайней мере, где встречают на утесе обычно закаты, и там такой бич-клаб местечко. Я хочу сначала в бафине покупаться. Покупаешься, конечно. Детских кресел здесь нет, собственно, мы радуемся, что есть хотя бы ремень обычный. Это на самом деле одна из не самых наших удачных поездок, но без них в путешествиях никуда, как показывает практика. В общем, мы отправились на самый юг острова, в один известный бич-клаб. И так получилось, что в этот день у Дениса был урок серфинга, и я решила, что мы справимся с девочками. Итак, сели в такси моя мама, которая не говорит на английском, беременная я и Ева, 3 годика. Дорога должна была занять не более 30 минут, но, конечно же, заняла в 2 раза больше, потому что наш таксист оказался слишком уверенным человеком, который решил ехать не по навигатору из приложения, а по своему внутреннему навигатору, который чуть ли не сбросил нас с обрыва. Но даже потом его внутренняя карта привела нас в какой-то поселок, где нас встретил дедуля с одним зубом и коровами вокруг. И, конечно, он не подсказал нам, куда ехать. В тот момент я четко поняла, что больше без Дениса мы здесь никуда не поедем, потому что обычно такие случаи разруливает он, а тут вся надежда была на меня и мой английский. С Божьей помощью мы добрались. Заката, конечно, в этот день не было, но и это еще не самое страшное. Что у нас только не произошло только что? Да, Ева? Я уже успела поплакать. Мы, на самом деле, в потрясающем месте. Мы очень долго сюда ехали. У нас была сложная дорога. Наш таксист вообще не знал ее, и поэтому у нас все очень было долго, сложно. Мне вообще было страшно, что мы с утеса упадем. Но мы сюда приехали. Посмотрите, затерянный корабль, какие виды. Мы приехали сюда на закат, и нас встретила информация о том, что детям после пяти вечера здесь нельзя плавать. В бассейне. Чтобы вы понимали, Ева бассейн любит намного больше, чем в море. И, в целом, это единственное, что ее сюда привлекло так далеко ехать. Это вот эти вот ананасы всякие, интересные шарики, басик. Ну, потому что мне было интересно именно побережье посмотреть. Нам говорят, нет, sorry. У меня, видимо, все эмоции от того, что еще была долгая поездка сложная. Такая по кривулям. Я просто заревела. Но потом, когда мужчина подошел узнавать, точнее, говорит мне пароль о Wi-Fi, пароль был такой, we are happy. Мы счастливы. Я просто не сдержалась и сказала, я у вас не счастлива, sorry. I'm not happy now. Он такой, почему? Я говорю, потому что, блин, у вас на сайте не дописаны эти правила. Мы сюда очень долго ехали, я беременна. Короче, я просто поныла. И он сказал, окей, и ушел. Я даже не на что-нибудь надеялась, но нам разрешили. Вот в этой маленькой зоне. Она, правда, не очень большая, но для ребенка очень более, чем достаточно. Разрешили покупаться. Простите, и дано вам будет. Вот такой. В общем, все есть опыт. И эта поездка тоже. Из плюсов. Обратно мы доехали просто идеально. А я убедилась, что заявлять о своих желаниях нужно и важно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сегодня отправляемся в сафари, сафари отель даже, на территории которого ходят животные. А так тоже час ехать, как туда, где-то мороженое, албуз. Я поняла, как туда, в бич-клаб, да, в этот дурацкий? В бич-клаб. Нам сюда ехать то ли час, то ли минут сорок, надо закладывать час. Получается, что мы сняли там две ночи, чтобы здесь чемоданы оставить, только взять самое нужное, важное, не выселяться полностью отсюда и потом заезжать обратно сюда. Давай, повернем твои штаны. Надевать ты сама уйдешь. Вон по басику видно, как капает. Так как я самая голодная, меня отправили одну заказывать на всех еду, и все меня догонят. Практически каждый день мы здесь ходим в одно и то же заведение, но нам не надоедает, потому что, когда ты в путешествии находишь реально вкусное кафе с вкусным кофе, мне кажется, это такой дар божий, что ты не можешь отпустить это место потом. Иногда мы можем разнообразить наши завтраки тем, что делаем сами гречку, но я вам сейчас все сама покажу в этом заведении, мне кажется, вы поймете, потому что это такое наше привычное прям заведение со вкусными авокадо-тостами, с вкусной кашей, шедевральным кофе. Субтитры сделал DimaTorzok Аналогу шишечка от падения. Помнишь, что упала с кровати? Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Двести двадцать семь, да, вот у нас. Это одна комнатка. Что тут у нас из окна? Ааа, вон всех видно! Зебры! О, вон у зарубки Канск. Где? Вон, смотри, вот из этой машины, это, вон, пижак, грандные. Это не носовой. Вот мы можем два раза в такой машинке проехаться. А, ну классно. А зебры какие-то? Ну это работает что-то, чтобы пищеварить. Я буду все их погладить. Они дикие, я. Это общая комнатка. Здесь балкончик. Вторая комнатка. Вторая ванна. Смотри, вот какая интересная ванна. Залезай, с тетенькой купаться. Коры-то просто! Прикольно, мне нравится стилек. Сегодня ровно 18 недель. Один день. В общем, заселились мы в наш отель. Сегодняшний день у нас, можно сказать, потерян, потому что, оказывается, здесь с пяти вечера ничего нет. То есть вся движуха, она до пяти вечера. Кормление животных, любые там шоу. Вообще, все, что можно здесь делать, оно все до пяти часов. Только файт-шоу сегодня будет еще в восемь. Но зато есть абсолютно весь завтрашний день. И мы прям, я думаю, плотненько-плотненько все успеем за него сделать. Здесь у нас будет шоу. Агене. Какое-то вечером. Дебра убедила меня и идет ко мне. Обалдеть. Но они здесь очень прям близко. Очень близко. То есть вот я. Тык-тык-тык-тык. Вот дебра. КОНЕЦ Ты уже печеньку нашла где-то? Итак, на этот день в Бали-Сафари было запланировано слишком много всего. Давайте по порядку. Начали мы с завтрака. Он, кстати, там очень даже неплохой. Много овощей, морепродукты, йогурты, станция с яйцами. Но самое основное в их ресторане это, конечно, панорамные окна, посмотрев, в которые можно увидеть львов. Самое интересное, что у них в этот момент тоже завтрак. Приезжает специальная машина и чья-то рука осторожно выбрасывает из окна куски мяса. А еще через окна прекрасно слышно, как они общаются между собой. Это, конечно, вау. Но уж очень мне не понравилось местечко для одного единственного льва, на которого грустно смотреть. Все это сделано ради вида из окна уборной. Представляете, заходите вы помыть руки, а на вас смотрит лев. Да, эффектно. Но сидит он там совсем один. Территория Бали-Сафари огромная. И самые разные движухи расписаны буквально по часам. Например, шоу со слонами. Здесь нам наглядно показывают, как слон и человек дружно сосуществуют вместе. Слон хоботом спасает тонущего человека. Слон хоботом спасает тонущего человека. Очень красиво. Вообще, я не могу привыкнуть к этим зеленым краскам везде. Это так приятно. Это так красиво для глаз. А это скорее не шоу, а представление многих видов животных и птиц, которые обитают на Бали. Самые разные змеи, обезьяны и даже медвежьи коты, биндуронги. Я раньше даже не знала о существовании таких животных. А Еву больше всех впечатлили тигры и то, как они ловко залазят на деревья. Но это если не считать жирафа, конечно. Он покорил вообще всех. В парке можно было за отдельную плату покормить жирафа и рассмотреть его с очень близкого расстояния. Привет! Давай, папа начнет первый. Обалдеть, а? Как проживающим в отеле на территории сафари парка нам было дано право дважды прокатиться на машине с панорамом. с панорамными окнами по всей его территории в сопровождении инструктора-экскурсовода. И это то еще увлекательное путешествие. Кто такие зебры? Это зебры волосавые. Они сделали зебры из мальчика, ясно, материала. А слоны будут? Ну вы же экскурсовод, скажите, что да. Обрадуйте нас немножко. Да, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Еще одна классная локация парка – это контактная территория. И здесь снова за отдельную плату можно покормить фасолью или листиками козликов, кроликов и других животных. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь такой красивый бассейн прямо на краю. Кажется, что там джунгли. Вообще очень классный отель. Концепция сафари парка и то, насколько все адекватно по отношению к животным сделано. И как все продумано. Прям очень классно. Два дня – это прям вот хорошее время, хороший срок, чтобы здесь побыть. Может быть, даже нужно еще. Если бы у нас, например, было больше детей или они были бы старше. Потому что тут всякие вот эти водяные горки. Чисто в одном аквапарке можно провести день, на самом деле. Но в целом мы и так все успели увидеть. Очень насыщенно. Не было ни минутки, ни часа, когда мы такие, а что сейчас будем делать? Что мы сейчас будем заниматься? Хорошо, давай, следующий. Девочка покормит бананом. Ням-ням-ням-ням. А ты морковки давай. Кожи морковки. Вот так, где все. Вот, вот. Ты делала детство. Хрумкая такая. Кроме, да? Представляете, что произошло? Вчера от нас уехала мама. Вчера вечером, прям под ночь. Дело в том, что когда мы возвращались с ужина, мы увидели змею рядом с нашими домиками. Вот прям вот наши домики. И вот там, пока мы шли до дома, мы увидели змею. Это было реально как в фильмах. Это было довольно-таки страшно. Я тоже испугалась. Я сразу включила фонарик. Зонтик вот так. Но она, благо, пошла не на нас. Потому что всякое может быть. Я может пойти и на вас, если почувствует агрессию, почувствует, что ей нужно защищаться. Какая логика у змеи, я не знаю, конечно, но эти звуки. Лев. Это удивительно, конечно. Но благо, она обратно ушла в траву. Но мама-то испугалась посильнее настолько, что говорит, я домой. Ну как домой? В наш отель, где мы живем сейчас на Бали. То есть у нас такая здесь была вылазка на двое суток в сафари-парк. Мы как раз сегодня-то и возвращаемся домой. Но просто было жалко терять всем сегодняшние еще полдня здесь. Потому что как раз животных можно кормить с утра. Здесь, кстати, очень вкусные завтраки, которые у нас уже включены. И мама доехала на такси за 30 минут. Сказала, мне вообще супер. Я зато без змей и ящериц. Оказывается, ее еще пугали ящерки. Вот эти вот геккончики маленькие, которые живут, по сути, в домах спокойно. Они легко пролазят. И она их слышит, как они спрекочут, как они прячутся за картинами. И это немного противно. Видимо, я уже немного закаленная с Фри-Ланкой. Мне как бы не сильно прям эмоционально так это выбивает. Такие пироги. Так что мы обновленным составом. Я Денис и Ева. На этом закончились наши выходные в сафари-парке. Мы очень рекомендуем, если будете на Бали. Ева до сих пор вспоминает с огромной любовью именно этот парк. А мы с вами давайте поговорим про бьюти-процедуры на Бали. Что я пробовала, куда ездила. Ну что, это уже как традиция выпусков из разных стран. Я буду тестить балийский маникюр. Моему уже больше месяца. Но, надо сказать, у меня есть хорошая рекомендация. Есть подруга, которая живет здесь уже достаточно давно. Она ходит только в этот салон. Знаете, что было первым, на что я обратила внимание? Мастер почему-то без перчаток. Это непривычно и не очень комфортно. Потому что со временем ее руки начали потеть. И я все это ощущала. А еще пилочка. Посмотрите на нее, пожалуйста. Я не знаю, сколько клиенток она уже ей обслужила. И этот момент я заметила только, когда сама пересматривала видео. В общем, итог очень даже неплохой для Азии. Но чутка мои ногти стали лопатой. То есть, я привыкла, что у нас все-таки мастера работают над тем, чтобы очень тонкое было покрытие. Вот здесь прям видно, насколько оно толстое. Но зато очень аккуратно и без подтеков. В целом форму сделали хорошо. И я даже цвет нашла такой же, как у меня был. Я считаю, что для Азии это прям супер. Я записалась к русской девочке здесь. Девушке-женщине. Она живет в нашем районе. Будем тестировать, пробовать, смотреть. Все контакты, все полезные контакты. Я нахожу в чатике. Я уже не раз там из-за этого блог говорила про великие чатики на Бали. Потому что здесь русскоязычное сообщество просто огромное. Здесь есть все и повсюду, мне кажется, на любой вкус. Серьезно, там иногда почитаешь так просто то, чем ты, что такое реально. Ты надеешься это найти и находят же. Кожа вот испортилась у меня здесь. Здесь одно усыпание прошло, второе началось. Третье тоже начинается уже, хотя это еще не закончилось. Не знаю, что не нравится. Зато пяточки мои здесь очень в восторге. Потому что это вообще у меня с ними отдельная история. Они у меня всегда очень сухие. Каждый раз это прям хорошая работа. Ну, довлажнение. А тут я вообще ничего не делаю, ничем не мажу, ничего не делаю. Просто ничего. И они как у Евы, представляете? Я осталась супер довольна. Вам рекомендую сразу искать именно русских мастеров. Даже не пробовать местные салоны. Мне кажется, мне чисто повезло, что на маникюре мне не занесли инфекцию. Правда. Пойдемте тестить местный массаж. Массаж. Как все говорят. Проходишь минутя 10 раз по пути до кофейни. Вот эти три минуты скажут с разных углов. Массаж. Мне массаж нужен для белья. То есть, чтобы мне адаптировали под моё состояние. Чтобы меня на боках, то есть, меня так это будут переворачивать, надеюсь. Ну, если они вообще согласятся. Шейно-воротниковую зону мне очень хочется. Ножки и лицо. У меня всего два плана на день. Точнее, два пункта из плана. Это психолог, в связи с психологом, просто плановая. И массаж. Позаботимся о себе изнутри и снаружи. Перед массажем мне дали выбрать масло, которое на меня нанесут. А пока я ждала свою запись, разглядывала разные интересные вещички у них в шоуруме. Балийские магазины – это, конечно, особая атмосфера и уют. Сколько я всего там накупила, в конце влога будет традиционная распаковка. Отдельная тема для разговора – это движуха для детей на Бали. Не могу говорить за весь Бали, но в Сануре, где мы жили больше всего, мы успели найти достаточно местечек с игровыми для деток. Здесь тоже чатики, кстати, в помощь. Конечно, это не такая распространенная тема, как у нас – площадки в каждом дворе. Но все же не редкость, что тоже плюс и привлекает туристов. В основном в таких местах, кстати, только русские, как мы заметили. Это они называют клубничный сок, клубнично-банановый сок. Я говорю, вы уверены, что этот сок – это не смузи? Они говорят, нет, нет, фреш, фреш. Но я сейчас попробовала перемолотый банан с клубникой, но без сахара, с водичкой просто вкусненько. У нас очередная поездка, и мы направляемся в госпиталь делать скрининг второго триместра. Да, на Бали. Все покажу и расскажу вам. Скажи, куда мы едем. Мы едем. Вроде называется скрининг. Да. В роддом едем мы. В скрининг второго триместра. Да? Очень правильно. Вероятность – это шутки тест на 5%. Поэтому сказал, что на 5% мальчик. Ну да. На 95% девочка. Мы, кстати, едем, нас, вероятно, просто запишут, потому что я вчера звонила, и хотела записаться заранее, чтобы нам зря не ездить. Получается, ну сколько мы? Треть минута дороги будем. Они говорят, а вы приезжайте для начала зарегистрироваться. Я говорю, можно сразу же зарегистрироваться. Они говорят, нет. Короче, сейчас мы просто едем на удачу. Может быть, будут доктора свободные, те, кто делает УЗИ. Может быть, нет. Но, во всяком случае, другого пути здесь нет. Поэтому пытаемся успевать, потому что у нас уже неделька скоро заканчивается, на которой, причем, можно делать этот скрининг. Смотрите-ка, все современно довольно-таки. Мне дали талон. И там тоже есть экран. Нам стояли маски надеть. Давно не надевали. В общем, мне сделали обычное УЗИ. Обычное УЗИ, не скрининг. Самое интересное, что я три раза уточнила, что они точно понимают, что такое скрининг. Мне сказали, да. В итоге, врач-узист все посмотрела, подтвердила, что мы ждем девочку. Сказала, что все в порядке. Но, чтобы сделать скрининг, вам нужен другой врач. Спасибо большое. Но, хорошая новость, мы успели сделать второй скрининг в итоге по прилете домой в Россию. А мы с вами приближаемся к новой главе этого выпуска. Наш долгожданный переезд из Санура в Убуд. Вообще, Убуд это самый зеленый и самый такой сакральный район Бали. Это единственный район, из которого нет прямого выхода к морю. Поэтому тоже нужно выбирать для себя, готовы ли вы на такое. Но я считаю, если вы приезжаете на Бали на долгое время, обязательно стоит пожить в этом районе. Это просто welcome home. Мы приехали на Биллу. Нас встретил какой-то просто неизвестный житель. Я реально не знаю, кто это. Он выглядит максимально как листик. Вы видите его лапки? Вы видите его хвост? Здесь прям явно природа ближе будет к нам. И мы будем ближе к природе. Нас встретили прохладительными напитками. И посмотрите, какая офигенная трубочка. Я даже захотела ее забрать. Но оказалось, она многоразовая. И из нее уже пили другие люди и будут пить после нас. Но она как бы моется. В общем, это бамбуковая трубочка. Ее можно здесь в Убуде купить. Классная. Обязательно купим. Приятнее, чем из металлической пить. На этот раз мы забронировали виллу на неделю. Две спальни, два санузла. Общая огромная территория открытой кухни, бассейна и гостиной. Посмотрите, какая прелесть. Букетик. Интересно, у них есть, кстати, вазы свои? Сразу соединили кровать с таким диванчиком-пуфиком, чтобы Ева отсюда не свалилась, если что. А может, Ева здесь и будет спать, кстати? А, ну здесь постельного нет. Рабочий стол с видом. И такая полочка. Здесь такая достаточно большая зона с гардеробной. Поместятся все наши вещи, сто процентов. А это красота. Ну что за прелесть. То есть, получается, ванная зона под открытым небом. Хотели бы так душ принимать? Просто на улице. Ванну нам уже набрали. Идеальное рабочее место, которое только можно придумать. Джунгли. Прохлада за счет кондиционера. Я даже не знаю, зачем вообще уходить отсюда. С этой вилы. Серьезно, только чтобы шаги нашагать. Надо, да, какие-то вылазки устраивать. Там на ужин, например. А так просто работай, занимайся йогой, спи, плавай, загорай. Все. У нас рядом, прямо через дорогу от нашей вилы, вот такое местечко на обед есть. Мы будем блинчики делать, пробовать на местной кухне. У нас вообще-то идет масленица. Купили все ингредиенты нужные. И растапливается масло. Кокосовое масло на солнышке растапливается. А еще мама кашку приготовила. Ну-ка. Вот небольшое разнообразие от гречки, да, Елла? Второй день набили. Можно сказать, нормальный первый. Потому что вчера мы пока заселились, пока все разложили, пока чего-то попытались понять, что в округе у нас рядом есть. Как-то скомкано прошел день. И вот сегодня первый нормальный день. Я снимаю прямо в ванной. Но это идеальный свет. Это просто... Мне вообще не хочется покидать эту вилу. Она настолько эстетически привлекательная. Она настолько красивая. Она настолько комфортная. Единственный ее минус, это что рядом мало инфраструктур достаточно. Но в Убуде так в целом почти везде. То есть в Убуде, либо ты будешь жить на очень активных вот этих вот суетных дорогах, которые самые популярные. Там куча магазинов, там куча кафе очень модных. Куча русских. Просто миллиард. Я не знаю, такое ощущение, что сюда переехали все. В Сануре этого вообще не ощущалось. Серьезно. Я теперь понимаю, о чем говорят, когда на Бали переехали все русские. Говорят, мы жили месяц. Но Садуа и Санур, два района. Я очень редко видела русских. Вчера мы в Убуде посетили здесь такое известное достаточно место. Парк Кью называется. Он очень современный. Он очень красивый на самом деле. Это такое, знаете, место, где собраны разные зоны каворкинга, кафе, заведений. Бассейн тут же есть. Игровая детская есть. Но там запредельное количество русских. Там вообще нет ни русских. И цыгане, короче. Нет, ну серьезно. Там все продают что-то. То есть все в онлайне. Это даже выглядит немножко страшно. Мы когда с мамой просто прошли мимо, люди там не общаются друг с другом. Они общаются только с телефоном. Ну понятно, они туда приходят работать. Это их место, ну как офис. Но просто для меня это выглядело как какое-то место будущего, где там все с телефонами что-то вещают, ведут свой блог. И мне почему-то захотелось оттуда свалить поскорее. А еще там было душно. Вернулась в виллу, и я такая, можно и не уходить отсюда. Ну серьезно. Здесь надо просто решить вопрос с питанием, потому что от нашей виллы нам, ну меню не очень большое. Мы там попробовали вчера, собственно, все самое лучшее и все. На территории виллы Еве с моей мамой, да, чем заниматься? Там можно поплавать, можно поиграть. Там у нас куча игрушек. То есть как-то здесь вот развлечь себя, но все равно это не на долгосрок, типа там месяц здесь жить, это с ума сойти было бы. То есть нет никакой рядышком инфраструктуры, кроме этого паркью. В общем, да, пока какие-то странные чувства насчет Убуда. Зато здесь очень тихо. У меня ощущение, будто мы здесь в деревне. Тут петухи повсюду, очень красивая природа. И что точно нужно сделать в Убуде, как говорит интернет, это обязательно посетить лес обезьян Манки Форест. Это биосферный заповедник. Здесь в естественной среде обитает около 700 длиннохвостых макак. В основе концепции парка индуистское учение Трихита Корана, то есть три пути к физическому и духовному благополучию. Учение гласит, что для достижения этого благополучия человек должен быть в гармонии с окружающими людьми, с природой и с Богом. Задача леса обезьян создать для его посетителей эту самую гармонию. И я скажу за себя, конечно, но о внутренней гармонии, находясь в этом парке, у меня точно речи не шло. Скорее я постоянно тревожилась, что они могут напасть на меня или Еву, потому что они не такие уж и милые, как может показаться на фото и видео. Смотри, сладкие. Ты что понимаешь? Смотри. Ух ты. Это заруба. Собаки, а? В итоге одна обезьянка запрыгнула на мою маму. Благо она была одета в длинные штаны и та ее не поцарапала. Привлекла обезьянку мамина пачка влажных салфеток, которую она достала на несколько минут. В общем, мне минут через 15 в парке хотелось его покинуть. Ощущение, что они повсюду и в любой момент непонятно почему захотят наброситься, меня не покидало. Еще и пункты скорой помощи повсюду, куда, видимо, обращаются, если обезьяна укусила или поцарапала. Ева, скажи, как тебе парк обезьян? Тебе нравится? Хорошо. Тебе не страшно? А то ты сидишь замерла как будто. Вообще в Убуде очень много мест, которые стоит посетить. И мы чередовали поездки с отдыхом и восстановлением. Например, наша следующая запоминающаяся вылазка была в честь 23 февраля как подарок Денису. Он ничего не знал заранее. Мы сегодня отправляемся в одно очень красивое место. И о нем еще не знает Денис. Потому что сегодня 23 февраля. И таким вот образом мы его поздравляем. Сначала мы отправились на кофейную плантацию. Пробовать самый дорогой в мире кофе-лювак. Процесс производства зерен которого состоит в том, что мусанги, это вот такие зверьки, поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают окружающую кофейные зерна мякоть и испорожняют зернышки кофе, которые затем собираются людьми, моются и сушатся на солнце. Какаски. Такие, которые мы видели 7 дней назад. После того, как мы сжимали, мы должны пушить их с холодной водой. Везде видели эти инструменты, нигде нельзя было поиграть. Сначала нам показали все эти этапы, саму плантацию, а потом пригласили на кофе-питие. Кстати, напишите в комментариях, решились ли бы вы попробовать этот кофе прямиком из желудка-лювака. Кофе из лювака. Можно так сказать. Какашек-лювака. Из жопака. У тебя этот, анальный кофе. Ты пробовала лювак кофе? Да. Просто очень горько, да? Да. Я вот не поняла, ничего особенного. Ну, нормально, как черный, мне кажется. Ну, хорошо, что мы взяли одну. Шоколад. It's enough. Ну что, едем дальше, Ева, на рисовые поля? Да. И буквально в нескольких метрах от плантации было знаменитое местечко Алас-Харум. Здесь можно посмотреть на красивущие рисовые поля и даже полетать на качелях над пропастью. Для красивых снимков девушкам тут даже выдают в аренду разные платья. Ну, а мы, так как я беременяш и Евик хотела на чем-нибудь прокатиться, выбрали семейные качели. Они, конечно, без капли адреналина, но тоже довольно запоминающие. Мы сегодня с мамой отправляемся в храм, оставляем наших пирожков на Виле. Денис не особо заинтересовался храмом, Еве тоже, я думаю, там два часа не о чем переделать, а мы хотим посмотреть. Храм этот на воде, очень такой красивый, Тирта Эмпл называется. Ехать полчаса. Название храма Тирта Эмпл переводится как «священная вода, идущая из земли». Это один из почитаемых балийских храмов, имеющий на своей территории священный источник. И три бассейна с 30 фонтанами для очищающих омовений. Перед входом в храм нужно помедитировать, подумать над своим запросом и положить подношение. Это такая бамбуковая корзинка, чананг, куда кладут рис, сладости, цветы и деньги. На Бали такие можно встретить буквально на каждом шагу, у каждого магазина. Нам дали специальные саронги. Саронги для омовения, для воды. Мы сменили одни саронги на другие саронги. Сейчас наш гид будет все рассказывать внутри. Оплата у него за наш донат. Сколько захотим, столько дадим. Традиционно балийцы начинают с самого первого бассейна, проходят через фонтаны с источником, помолившись перед каждым, выразив мысли на свою просьбу. Далее делают три глоточка воды, три раза омывают лицо и подставляют голову под поток. Дальше переходят в следующий бассейн, где проводится тот же ритуал. Нам экскурсовод порекомендовал все же воду не пить, а сплевывать. Кстати, если вдруг решите приехать в этот храм, очень рекомендую это делать с самого утра. Чем раньше, тем лучше. Когда мы с мамой уже уходили, заметили вот такую огромную очередь. И это было всего 10 утра. У нас сегодня последний день на Вилле. И мы празднуем его, если можно так сказать, фотосессией. Очень необычной. Потому что, помимо того, что меня будем фотографировать, но для меня это уже как бы обыденное дело, да. Будет также семейная съемка. Я Ева Денис и съемка Я Ева Мама. Три поколения, три девочки. Я буквально позавчера опубликовала окошечко у себя в инстаграме, кто готов пофоткать, приехать. Потому что, ну, не заранее вообще нашлась девочка, которая снимает только на пленку. Для меня это вообще суперновый формат, потому что ни разу не снимала на пленку. Мы такие total white все. И завтра мы переезжаем на последнюю точку, последнее место жительства на Бали. Другой район будет. Район ближе к аэропорту, чтобы нам потом уже при отъезде не ехать до аэропорта 2 часа, а ехать 12 минут. Это пленка, Ева, называется. Это перезарядка, да? И получается, надо смотреть немного через нее вниз. Это камера вот так вот. Ааа. Здесь в шахту смотрится. Продолжение следует... Ну вот мы с вами и подобрались к завершающей точке нашего путешествия. Мы переехали в Куту, отель Анвая. Отсюда мы не планировали уже никаких вылазок, хотели просто насладиться спокойными деньгами. А еще, наконец-то, мы увидели балийский закат. Дело в том, что, живя на восточном побережье, можно увидеть только восходы. И так символично, под закат путешествия, каждый день нам открывались такие живописные закаты. Мы в новом отеле. В новом отеле, да? В новом отеле. Ты не устала, я переезжаю? Да. На новый квартир. На этот раз это последняя наша точка, завершающая наше путешествие. Мы переселились поближе к аэропорту, чтобы через три дня, через три-четыре дня у нас полет домой, мы купили билеты. Чтобы мы ехали до аэропорта не час сорок, как это было бы из Убуда сверху, а всего 12 минут. Да, читаем книжечку, супер. Давай, когда подсекаем книгу, мы покупаем еще. В бассейне? Под дождем? Давай. Давай. И сразу Любовь проснулась. Как? У меня сегодня в планах Евы хорошо поработать, между прочим. Надо снять видео на канал. А ты с тобой? Видео снимать? Да. А потом, когда я говорю, мамочка, я говорю, не да, а да. Да. А потом, когда я говорю, мамочка, я говорю, мамочка мягкая. Да и ты сейчас говоришь. Нежность. Сегодня последний день на Бали, и я тестирую микрофон, который должен справляться с этим ветром. А ветер, ого-го. И мы пришли в интересное место. Здесь взлетают самолеты. О, добрый день, волосы. Вот это взлетная полоса. Но что-то, пока мы здесь шли, я не видела ни одного самолета. Хотелось, конечно, сделать красивые фотографии напоследок, где я под самолетом стою. Но, похоже, мы не пройдем вот туда. Начинается новая эпоха с этим микрофоном, потому что это так удобно, когда ты можешь просто на iPhone даже доснять какой-то кусочек для влога. Например, это прощальное видео. Я думаю, что это будет уже последний кусочек с Бали. Но еще будет наш переезд и подарочки, которые мы купили здесь. Я их уже распакую в России. Потому что, знаете, что произошло? Нам их так плотно упаковали, что я не стала их разворачивать, чтобы показать для видео. И их сложно уже найти, потому что мы их покупали на протяжении всех этих двух месяцев. То есть что-то уже плотно в чемодане, где-то там на самых низах. Что-то только сейчас мы добавили, например, поэтому покажу уже в России эту часть. Удивительное путешествие подходит к концу. Это самолет? Нет, это собака. Окей, я и мое зрение по вечерам. Да нет, на самом деле я в линзах, просто там, правда, было непонятно. Вчера был такой красивый закат, а сегодня на прощание. Что нам подарила Бали? Посмотрите. Вот такую тученцию. Субтитры сделал DimaTorzok Мои соседи очень хотели поучаствовать в этом видео. Дождались ровно того момента, когда я выставлю штатив. Принесу все подарочки, которые хотела вам сейчас сюда показать. И когда я нажала кнопку play, ничего. Бали меня еще больше научил принятию. Надеюсь, мое принятие вам как-то передастся, и вы сможете меня воспринимать на этом фоне потрясающем. Мы дома. Это новость номер один. Мы наконец-то в своей квартире. Я в своем любимом свитере. Традиционная фишечка моих влогов из путешествия, это то, что я вам показываю подарочки, которые мы привезли нашим близким, родным, друзьям. И в этот раз накопилось так много всего, и оно все было так плотно упаковано, что я на Бали не сняла распаковку. Я решила прилететь сюда, все доставить в целости и сохранности и показать здесь. Потому что Бали на самом деле приятно удивил. Очень много выбора, очень много невероятно красивых, эстетичных магазинов. Я впервые привожу что-то себе вообще домой в интерьер, чтобы вы понимали. И я не пожалела для этого места в Чебодане. То есть обычно я все-таки привожу кому-то, что-то такое маленькое, но тут просто я не смогла, например, посмотреть и сдержаться от такого. Как раз мы там праздновали 14 февраля, и я Денису подарила эту статуэтку как бы ему, нам в дом. Она очень подходит в наш дизайн, потому что у нас как раз в зоне гостиной, кухни все либо белое, либо деревянное. Вот такое вот светлое как раз дерево. Туда идеально встанет в открытые наши полки, которые мы специально, собственно, сделали для статуэток всяких, каких-то красивых элементов. Также для дома я взяла такую статуэтку, которая мне очень напоминает йогу, во-первых. В целом на Бали очень много йоги, очень много ритуалов, очень много внимания посвящено практикам, медитациям. Я думаю, вы наслышаны тому, что у каждого там открывается третий глаз, он находит своего проводника, наставника, посещает какие-то практики и так далее. И я увидела этого парня, сидящего в маласане. Кстати, очень хорошая поза для раскрытия шейки матки во время родов. Йогнутый человек. Также себе, да, в этот раз я немного прикупилась себе. Посмотрите, какая прелесть. Это шкатулка в виде ракушки. И, по сути, это и есть ракушка, то есть это сделано из ракушки. Кстати, по ценам. Вот это, например, стоит 120 тысяч рупий умножить на 5 с половиной где-то. Ну, рублей 700. Она вот так открывается. Здесь лежат мои украшения. Кстати, много из украшений я купила также там. Например, вот эти серьги. На маникюр сразу прошу не смотреть. У меня завтра маникюр как бы. Эти лопаты дожили до Екатеринбурга. Я просто жду, что скажет мой мастер. Просто такая жемчужная цепочка. Довольно-таки короткая. То есть она прям под шею фактически. Этот браслет, это какой-то камень. Я уточняла, что его можно мочить. С ним можно мыться. Он не будет темнеть. По-моему, это последнее, что мы купили именно домой. Это странно довольно весь. Короче, она в моем представлении смотрелась немножко не так. Возможно, она вообще не для свечек. Может, это больше даже ваза. То есть сюда поставить какие-нибудь три тюльпанчика, например. Или какой-то сухоцвет. В общем, какую-то маленькую веточку, чтобы она очень минималистично смотрелась. Вот эта красота. Я ее купила в подарок подписчице. Это подставка для благовоний. Как это происходит? Я отдельно купила разные благовония. Этого тоже полно на Бали. Вот пачка стоит 10 тысяч, например. Это значит 50 рублей. И вот у нее такой друг есть. То есть это комплект. Но, скорее всего, одну я себе оставлю, а одну подарю. Такую штучку я не помню вообще, кому купила. Мы приехали вчера. Еще не распределяли, что кому как. Я просто что-то покупала и понимала, что это просто красиво. Я кому-то это подарю. Например, можно такое ставить в ванну, чтобы снять украшение перед душем. Как раз к теме моей большой ракушки для украшений я купила еще своим подружкам такие маленькие. Во-первых, не уверена, что подойдет всем это по стилю. Как-то понравится. Поэтому всем большие я не стала покупать. Тоже, чтобы, например, перед сном снять сюда свое украшение, положить на тумбочку и кусочек Бали у себя хранить. Это тоже ракушка. Очень классный подарок. Я считаю, это прям офигительно. Мы сразу много накупили Денису и друзьями. Я тоже. Это трубочки для смузи, для коктейлей. Чтобы не тратить пластмассовые, чтобы их вообще не покупать. И хранить вот так дома замену экологичную такую. Тут есть в комплекте щеточка. Покажу на одной. И ею прям можно внутри хорошо все промывать. Такая пачечка стоила 70 тысяч. Это значит 260 рублей где-то. Красивый формат. Мы уже увидели это позже в другом магазине. Вот такой. Но здесь всего комплект из двух. Тоже такие трубочки. Но здесь это красиво упакованное еще. Они широкие. Посмотрите, какие. Все деревянное. Такое натуральное. Ну прям вообще душа радовалась там ходить по магазинам. Эта подставочка тоже под благовоние. Сюда вставляется она. Вот так вот. Оп. И сюда спадает все, что отлет. То есть уголек. Вот это вот все. У нас есть традиция в деревню привозить елочные игрушки из разных стран. На самом деле традиция давно как-то зародилась. Потом что-то умерла. Ну мы забывали. Мы просто забывали. Но в общем-то она здесь возродилась. Мне кажется, это вообще одна из самых классных вещей, которым можно коллекционировать елочные игрушки из разных стран. Только представьте, потом через несколько лет смотришь уже со своими детьми на эту елку и вспоминаешь, что это мы купили здесь. Или кто-то тебе привез откуда-то из какой-то страны. Денис, когда ездил на Аляску два раза, привозил оттуда маме елочные игрушки. Ему уже больше там 10 лет. Даже больше 15. И она все такая говорит, что это американские игрушки. У него вообще, мне кажется, главная ценность у Дениса в подарке, чтобы было красиво упаковано. Потому что иногда он такой смотрит, какая красивая баночка. Что внутри? Изюм, окей, куплю в подарок. И мама тоже у него ценит такие красивые всякие упаковочки. Собственно, один из подарков это вот такой шоколад. Вроде это шоколад, да. Как я поняла по описанию, это даже шоколад с кофе Копелювак. Это вот тот самый кофе, который выкакивают куницы. Очень крутая вещь нам домой. Я не знаю, почему мы раньше не покупали это себе, потому что все равно периодически заказываем роллы. И классно иметь свой комплект деревянных палочек. Во-первых, то, что они с Бали. Приятно, да. Во-вторых, не просить каждый раз вообще привозить их. Я набрала вот такого мыла. Это натуральные кусочки мыла с алоэ вера, роза, лавандой, зеленый чай. В общем, просто приятные подружкам допы. Такие, то есть ты даришь что-то, и к нему приятно такое мыльце. Кокосового масла много не бывает. Особенно на Урале за одни сутки. Только представьте. Моя кожа высохла вся. Просто вся. А я на Бали вообще не пользовалась никакими увлажняющими дополнительными штуками, лосьонами. В целом мне этого не требовалось. Кроме животика, бедер и груди. Но это от растяжек. Это было специальное масло. И соль для ванны. Тоже натуральная соль, лимон и клубничка. На Бали проблема с шоколадом. На самом-то деле, я не люблю сильно молочный. Я не люблю белый. Я люблю более темный. Настоящий, который реально чувствует вкус шоколада. Но мы нашли такую фирму и сразу накупили миллион шоколадок таких. Такие вот батончики. Можете запомнить бренд, если будете на Бали. Будьте в них уверены. Это очень вкусный шоколад. И у них внутри либо пралине с кешью, либо с клубничкой, либо с манго. В общем, очень вкусные батончики. Единственное, что они у нас чутка помялись. Но менее вкусными от этого они точно не стали. Куча шоколада купил Денис своим друзьям с макадамией. И вот этим вот копили у вакуум. С какашечками. Куницы. Это маме Дениса. Ginger tea. Не удивляйтесь, что моей маме здесь ничего нет. Потому что она была с нами. И все это вместе мы покупали. Очень красивую вещь. Сейчас вам покажу. Это два браслета. Тоже своим девочкам, подружкам я купила. Боже, я забыла, как называется этот камень. Не агат, а как-то по-другому. Я не помню. Я плохо разбираюсь в камнях. Мне там сказали. Я сказала, о, круто, класс. Что натуральный камень. Я купила себе такой же браслетик. Это тоже Денис купил. Что внутри? Какой-то чай. Но здесь, конечно, Денис, я более чем уверена, купил из-за упаковки. То, что тут такая она плетеная вся. Я купила подружке. Точнее, не подружке, а ее сынишке. Такую рубашечку. Легкая, в общем. Она очень мне понравилась. На лето. Денис купил какой-то мед. В стиках, видимо, тоже маме. Мы очень много съедобного покупаем, потому что это прикольно. Не просто поставить на полку, чтобы это служило тебе, а это точно тебе будет служить. Ты это съешь. Еще он такую сумочку нашел. Уже прямо в аэропорту. Она тоже в таком деревенском стиле. У меня лежит целый мешок с кофейными подарками. Мы жили очень долгое время в Сануре. Это район Бали. И там была обалденная кофейня. Аномалия называлась она. И у них была очень классная мерч-витрина. У них вообще все очень классно. Все очень вкусно. Все классный персонал. Все потрясающе. И мерч-витрины в том числе. Мы купили и кофе просто зерновой. Вкусненький, хорошенький у них. И дрипы самые разные. То есть мы сразу купили много-много пачек, чтобы по одной пачке подарить всем друзьям. Ну классный, обалденный подарок. Чисто сама купила, сама нахваливаю. Кофе-лювак. Вот тот самый дорогой кофе, который выкакивают куницы. И тут даже лежат два камушка. Два камушка с вулкана. Точнее, это не камушки. Это вулкан. Это лава. Все перепуталось. Кусочки лавы. С вулкана Агунг, куда поднимался, восходил Денис. Это было очень сложное восхождение. Он сказал, что ничего сложнее в жизни в него не было. Даже Эльбрус и марафон. На этой прекрасной ноте я заканчиваю влог. Я надеюсь, получилось окунуть вас в атмосферу нашего путешествия. Надеюсь, кому-то было полезно что-то узнать. Просто интересно провести хорошо время. Ну а я вас жду в своих соцсетях. Благодарю за просмотр. И увидимся с вами совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok